Как браманы и падшие браманы, двиджа-банду, друзья браманов со шнурами. И так человеку дают шнур, несомненно, при истинном посвящении. Но почему он все равно двиджа-банду может оказаться? И никто не может понять. А, а все говорят, ну, браман это двиджа-банду, это который вот купил в магазине шнур, одел и все, пошел. Вы шутите. Вы, видимо, так и не поняли, кто такие двиджа-банду. Они были авторитетно посвящены. Авторитетно. Они могут быть посвящены в сампродаях. Так же, как мы можем получать инициации, хоринама-дикши, а в сампродаях, истинного духовного учителя. И быть кармией. Можно точно так же получить шнур, все по всем правилам, все. Можно данду получить. Но это не означает, что вы не можете находиться в положении кого? Двиджа-банду. Лже-гуру. Лже-пророка. И так далее. Все атрибуты. Поэтому, говорится, это вайшнавские атрибуты. И поэтому, когда говорится о Джагае и Матхае, это не означает, что они себе сами шнур повесили. Это абсолютно не означает, что они купили шнур в магазине, повесили. Вот представляете, алкоголики. Вот вы видели такого алкоголика, который бы дорожил шнуром? А они, говорится, были пьяницы, дрочуны. Вообще, короче, отрицательные личности. И они всегда со шнуром ходили. И они особо-то и почтения себе не требовали за шнур. Чего-то он был дурак, и все, шнур сам по себе. Таким образом, есть история, когда один из Ачарьев покидал Кьюла, он никогда не носил шнур. Вообще никогда. И все его критиковали. А, там Гурушудра, туда-сюда. И когда он сидел на костре погребальном, мы его посадили в позу. То стали, пришли вот эти противники все, это смарты, и они стали забрасывать камнями. И многие байшнавы пришли, которые были низкого уровня. Канишнхи в основном. Байшнавы, Канишнхи, Атхикари. Даже среди них были матхямы некоторые. Но они не могли понять положение утамы. И они кидали, кидали в него камни, оскорбляли учеников. И ученики никак не могли защитить село своего духовного учителя. И они взмолились телу Гуру. И сказали, пожалуйста, защити нас. Чтоб мы не слышали эти оскорбления и все остальное. Не означает, что они говорили о своей жизни. Они пытались, чтоб он защитил их от того, что они стали свидетелями этих оскорблений. Чтоб лишил их слуха, глаз. Потому что они не могли убивать никого. И не могли тоже уйти с этого места, оставив тело Гуру. И не стали просить о защите. И тогда, говорится, тело их духовного учителя засияло. И все увидели его сердце. Все абсолютно. Кто кидал камнями, ученики все. И, говорится, на его сердце висел золотой шнур. И тогда все, кто кидали камнями и плевались, оскорбляли, они упали в Дондавате перед этой личностью. Так было полностью устранено. Это означает, они не были квалифицированы. Они всегда были сконцентрированы на каких-то внешних атрибутах, внешних проявлениях. И так человек, до тех пор, пока он не постиг суть, что такое служение анукулена, он будет всегда совершать разные виды оскорблений. Вот почему говорится, что это оскорбительное настроение и так далее. Рассматривать каких-то личностей с позиции их должности, их внешней демонической природы материальной, что означает плохая карма у них, или хорошая карма, наоборот. Но так и не понять, какие качества должны развиваться в преданном. Какие качества указывают на преданность человека. Потому что преданность – это трансцендентальные качества. Преданность – это трансцендентальное качество. Это не качество прирожденного брамана, кшатрии, вайши или шудры. Это трансцендентальное качество, которое может проявиться и у шудры, и у женщины, и у кого угодно. У червя в навозной куче. И тот, кто не знает об этом, или не понимает этих вещей, он всегда сбит с толку внешней энергии.